Привет, мои красотки! Очень рада видеть вас на моём канале. Я надеюсь, что сейчас моя щека не выдаёт того, что недавно у меня была операция на зубы. В принципе, самая большая опухоль уже спала, но если вы вдруг что-то заметили, то это... Ну, типа, не обращайте внимания. Классно, да? Я только что обратила ваше внимание на это, чтобы вы не обращали внимания на это. Гениально. Как вы поняли уже по названию, сегодня вы будете полностью управлять моим макияжем. Возможно, вы уже видели что-то подобное на YouTube, типа, подписчики управляют моим днём. Мне понравилась эта идея, поэтому сейчас без макияжа, и вы будете полностью создавать мой макияж. То есть, вы будете выбирать то или иное средство. Как-то всё происходит. Я в своих сторис в Инстаграме делала кучу-кучу опросов. Например, выбираем, там, более яркую помаду или более нюдовую. Цветные стрелки или чёрные. И вы выбирали, проходя этот маленький опрос, так сказать, выбирали в итоге мой полноценный макияж. Я его ещё не видела, то есть, я ещё не видела результаты всех этих историй. Сейчас вместе с вами я зайду в свои сторис и буду потихонечку узнавать, что меня сегодня ждёт, какой макияж вы для меня выбрали. Кстати, чтобы не пропускать всякие такие движухи, которые очень часто в моём Инстаграме происходят, обязательно на него подписывайтесь. Итак, первый опрос был, собственно, снимать ли мне подписчики управляют моим макияжем или нет. 96% сказала да. Ну, я, если честно, очень рада, потому что если бы там было максимальное количество нет, то я бы сейчас всё это закрыла такая. И не снимала бы это видео, было бы очень весело. База под макияж от Essence или от NYX? 57% сказала NYX. Я не против, мне очень нравится эта база. Иногда, когда я очень тороплюсь, я наношу только её. Она даёт небольшое такое вообще незаметное, еле заметное покрытие. Уравнивает тон, подстраивается под ваш цвет кожи. Кстати, я сегодня с новой Омайгад поляской. Кстати, почему на ней написано Омайгад? Это что-то значит, интересно, или это просто так прикол? Сегодня выскочил ключ, я даже не хочу вам показывать. Просто предатель на самом деле, потому что ну как так перед съёмкой видео прям. Чем наносить тон, я у вас спросила, и 71% сказали, что спонжем. Кисть никому не понравилась. Если честно, я не против, потому что я очень люблю наносить тон спонжем. Тон наносится очень таким лёгким, естественным слоем. И дальше, собственно, что мне наносить? BB-крем или тональники? Представляете, 71% сказали, что BB-крем. Вот это удивление. Ну как бы я не против, будет у нас сегодня с вами лёгонькое покрытие. Вот такой BB-крем. Консилер. Цветной или обычный? 56 проголосовала за обычный. А знаете, почему я предложила вам цветной? Потому что у меня вышел этот прыщ, и я очень хотела его скрыть зелёненьким консилером. Ну ладно, что поделать. Берём обычный консилер. Вот такие вот зоны нанесения. Проще вам показать, чем всё это рассказывать. Куда именно я что нанесла. Маленький лайфхак. Если не хотите, чтобы были шелушения, особенно в области носика очень часто, нанесите парочку капель масла косметического для лица. Когда будете растушевывать эту зону. Тогда вот этих вот неприятных шелушений, знаете, не будет, когда уже время проходит. И вот видно, что около носика кожа стала очень сухой. Канальник очень сильно виден. Он ещё больше всё это подчёркивает. Ну, короче говоря, не очень классно. Следующий вопрос. Нужна ли пудра? Я очень надеюсь, что вы ответили, что нужна. Потому что я не люблю блестеть, как этот, знаете, шар на рискотеке. Лучше уж хайлайтера нанести на нужные зоны, но лоб там и Т-зона будут матовыми. 76% рассказали, что, конечно, нужно наносить пудру. Вы мои умнички. Помните, из какого видео эта штучка? Так вот, я пользуюсь, знаете. Очень удобно и ароматно. Вот я сейчас взяла отсюда кисточку, и так запахло кофе вкусно, очень вкусно, очень вкусно. Следующий вопрос. Какого бренда контуринг, фактически, мне сделать? Какого бренда бронзер, короче, использовать? H&M или Maybelline? 70 на 30 разделились голоса, выбирают Maybelline. А я хочу сказать, что мне очень нравится от H&M. Я от него просто в восторге. Ну, серьёзно. Во-первых, продукта очень много. А, во-вторых, цвет прям холодный, как мне нужно. Вопрос есть опрос, что делать. Идём далее. Хайлайтер. Обалдеть! Смотрите, как голоса разделились. 49-51. То есть, буквально 1% перевеса. И выбрали номер 2. В палетке хайлайтеров от MAC. Вот этот цвет вы выбрали. Я до сих пор не могу купить себе кисточку для хайлайтера. Я наношу хайлайтер кисточкой для тона. Я не знаю, видно ли вам это сияние, но оно просто потрясное вживу. Мне очень нравится. Хочу уже переходить к глазам, бровям. Что там у нас? А, у нас ещё румяна. Румяна выбрали 60%. Второй вариант – это румяна от MAC. Это, на самом деле, мой ежедневный прям must-have. Они не убавляются. Просто, ну вот, продукта здесь на несколько лет, мне кажется. Улыбаемся. Кстати, тем временем надо нанести базу под тени, потому что у нас сегодня будут тени. У нас такие витражы окном. Что происходит? Сегодня 30 мая. На улице 2 градуса у нас сегодня. Найс. Наношу базу под тени, чтобы дальнейшее нанесение теней было более пигментированным, чтобы они не скатывались, чтобы дольше тени продержались. Можно немножечко румяна нанести на носик. Складочку века остатками пройтись незаметно совсем. И всё. Ну что, глазки? О, смотрите, я показала вам в истории палетку мою большую от MAC. И написала нюд или поярче. 74% выбрала нюд. На самом деле, я рада, потому что мне сегодня как бы ещё, ну, типа, ходить, там, заниматься, и мы делаем. И, кстати, ещё одно видео буду сегодня снимать. Поэтому вот эти вот оттенки пойдут в ход. Ну, ещё вот этот, наверное. Наносим сначала просто светлый оттенок на всё подвижное веко. Такой светлый с розова чуть-чуть. И берём кисточку для растушёвки, для нанесения в складочку века более тёмненькие тени. Подводку выбрали чёрную, 76%. Ну что ж так банально, девочки? Я думала, я сейчас цветную нарисую. Я взяла с собой, посмотрите, какую красивую фиолетовую помаду от MAC, которой можно сделать стрелки. Ну, просто невероятной красоты. Ну, как скажете, что поделать то. Стрелочки готовы. Я хочу брови. Немного странно выглядит весь мейкап без бровей. И, кстати, насчёт бровей я у вас спросила, нарисовать ли мне брови поестественнее или пографичнее. Сейчас посмотрим, что вы ответили. Поестественнее. Давайте тогда я зафиксирую брови цветным гелем для бровей. Вот такой вот у меня гель. В чём прелесть вообще цветных гелей? В том, что логично, они дают цвет, но не просто, а они как будто бы, знаете, делают наращивание ресниц. Чё? Наращивание бровей как будто бы делают. Кажется, что бровей вот здесь вот меньше, чем вот здесь, потому что прокрасились более бледные волоски, которых вообще не видно. Вроде бы ничего мы сильно не меняли, а бровей стало больше, брови стали гуще. И вот сейчас можно взять ту же палетку теней, например. На бровях, мне кажется, будут отлично смотреться. И добавляем буквально вот так вот штрихами, именно там, где пустота, так сказать. То есть, где волосков у нас нет. И можно ещё прозрачным гелем зафиксировать. То есть, больше цвета уже не добавлять, а просто добавить фиксации. Кстати говоря, гель этот из Галамарта, девочки, за 99 рублей, по-моему. И у нас осталась тушь, и выбрали 71% Maybelline. Maybelline так Maybelline. Тоже люблю эту тушь. Кстати, мне очень даже нравится, какой макияж получается. Я с ним с удовольствием сегодня ещё проведу день. Вы у меня настоящие красотки. Принимаете работу? А, погодите-ка. Помада. 78 выбрали матовый нюд. Вы серьёзно, девочки? Ну, как так-то? Я, конечно, очень люблю эту помаду. Но, блин, мне кажется, я уже так устала от матового нюда. Он просто повсюду. Я реально сейчас бы с удовольствием просто сюда напялила блеск, так сказать. И всё. В какой раз я сегодня уже говорю эту фразу, что опрос есть опрос. Ну, всё. Это точно всё. Мне очень нравится. Напишите обязательно здесь вот где-нибудь будет опрос. Как вам? Понравилось ли вам выбирать, так сказать, мне макияж? Напоминаю, если не хотите пропускать всякую такую штучку, то заходите ко мне в Инстаграм. Обязательно подписывайтесь на меня и будете в курсе всех новостей. Кстати говоря, видео вопроса с Инстаграма будет прямо сейчас. Привет. У меня к тебе такой вопрос. Ты бы хотела когда-нибудь сдать на права и ездить сама на автомобиле? Вопрос на бьюти-тематику. Ладно, красотки. Я отвечу на него, потому что просто-напросто... Ну, почему бы нет? Прав у меня нет и в будущем не особо-то горю желанием. То есть, если что, там Денис едет за рулём, мне нормально. Если мне нужно куда-то одной, то я вызываю такси. А сейчас мы марафоном шагов, знаете ли, мы вообще машиной не пользуемся. Мы стараемся всё время проводить пешком. Только если куда-то далеко надо ехать. Типа в Тагил, да? Ну, типа пешком ты не пойдёшь в Тагил. Ну, если ты, красотка, хочешь попасть в моё видео, то, конечно же, заходи в мой Инстаграм. Здесь будет снова ник. И присылай мне видео вопрос в директ. Красотки, спасибо вам большое за такой макияж. Потому что вы его авторы, вы его создатели. Если вам понравилась такая идея для видео, может быть, у вас будет какая-то ещё более крутая идея. Тоже там связана с бьюти-тематикой, конечно. Там, где будете вы выбирать, что мне красить, что мне надевать, как укладывать волосы, возможно. Ну, а я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...